Добрый день, спасибо большое. Сейчас начнется самая интересная часть выступлений, потому что про инновацию, диджитал инновацию будут начинать рассказывать ребята в кроссовках и в футболках. Вион Эдтех, Вион. Мы, телеком-оператор, работаем в шести странах, у нас 260 миллионов пользователей, мы предоставляем услуги примерно к одной из шестой части всего мира. Если бы мы были страной, мы были бы восьмой страной в мире. Вопрос, что телеком-оператор делает здесь, и вообще почему мы здесь становимся перед ритейлом. И на самом деле ответ очень простой. Вот эта штука – это самая интимная часть вашей жизни. это та штука, которую вы трогаете, прежде чем ложиться спать. Это та штука, которая первая, которую вы касаетесь, когда вы просыпаетесь утром. И даже, как говорят ребята в Калифорнии, когда вы просыпаетесь утром, у вас есть два выбора. Проверить эту штуку до того, как вы идете в туалет, или когда вы там. Вся информация, которая связана с этой штукой, она аккуратно складывается, хранится, обрабатывается и используется для того, чтобы создавать очень важные вещи, которые делают вашу жизнь лучше, удобнее, и, как мы называем это в Вионе, делать жизнь без информационного мусора. В следующие 12 минут я вам расскажу то, что мы сделаем в разных странах мира. Но самое главное, то, что мы делаем здесь, в Узбекистане, то, что делают классные молодые ребята здесь, в Узбекистане, и как они позволяют строить жизнь значительно лучше, и идеи, исходящие из Узбекистана, продвигаются и развиваются по всему миру. Итак, мы начинаем. Все данные, которые вы используете с мобильным телефоном, они складываются и хранятся. Они хранятся здесь, в Узбекистане, они хранятся в Пакистане, в Бангладеш, в любой стране, где мы это используем, и складывается огромное количество этой информации. Например, у нас в Вионе хранится 31 петабайт данных. Чтобы это понимать человеческим языком, самая большая библиотека в мире – это National Library, Washington, D.C. Если все книжки в этой библиотеке состранить, все эти книжки вместе будут половина петабайта. Это количество информации. Давайте другим, человеческим языком расскажу. Вот девушки в аудитории, вы любите делать эти селфи, да? В некоторых странах это называется «себяшки», да? Вы делаете это «себяшки», если взять с фотографии, распечатать на 8, на 12 листочки, положить их одном к другому, один петабайт данных – это будет 3,5 раза вокруг земного шара. Это вот столько данных мы храним в наших системах, которые позволяют всю эту информацию обрабатывать. И классные идеи, которые возникают здесь, в Узбекистане, молодыми ребятами, которые учатся в местных университетах, которые закончили местные университеты, мы используем здесь, в Узбекистане, и мы их развиваем в других странах. Например, на этих выходных был финал чемпионата мира по крикету в Пакистане. Во время чемпионата мира по крикету, который смотрели на наших приложениях одновременно 3,5 миллиона людей, ребята из Пакистана крутили рекламу. То есть вот, чтобы вы понимали, не умные ребята из Москвы приезжают сюда и рассказывают, как нужно жить, а мы здесь, в Узбекистане, создаем будущее, которое мы раскатываем по всему миру. Итак, несколько примеров. Опять не теория, опять не сделаны где-то умными ребятами, а то, что мы сделаем здесь. Для Министерства транспорта мы помогаем им правильно строить дороги, где люди используют автобусы, где люди выходят из автобуса. На основании этого мы помогаем им оптимизировать движение транспорта по дорогам. Есть целый ряд ритейлеров, которых важно знать, их магазин работает хорошо или работает плохо. На основании этого мы используем генетические модели, которые считают, что здесь нужно поставить точку продаж, потому что здесь находится ваша целевая аудитория. А вот в этом месте не стоит этого делать. На основании этого мы работали с целыми рядом местных производителей, помогаем им решить реальные задачи. Додо Пицца здесь пришла к нам и сказала, что у нас есть какие-то магазины, и нам нужно в этих магазинах привлечь дополнительных пользователей. Но нам нужно не просто всем, нам нужно найти молодых ребят, возраста 25-31, которые живут в двух километрах в радиусе от нашего магазина, и у которых еще покупательная способность такая, что позволит им покупать наши продукции. Для основания этого мы создали правильную компанию, которая привлекает этих ребят. Таких примеров на самом деле много. На основании этого мы помогаем находить аудиторию, на основании этого мы рекомендуем, где построить магазин, где открыть магазин, где закрыть, во сколько он должен работать, когда он должен открываться, во сколько он должен закрываться, потому что на основании мобильного телефона мы знаем очень много информации про движение потоков людей. Другая система – это финансовые продукты. Традиционно людям нужен кредит. Что мы делали со своими математическими моделями? Мы делаем скоринговые модели, которые прямо считают, кому можно выдавать кредит, кому нельзя выдавать кредит, какие люди вернут деньги, какие люди не вернут, им не стоит давать. И для этого мы на самом деле используем огромное количество математических моделей, которые позволяют правильно это предвидеть. И это на самом деле очень важно в странах с транзитной экономикой, где не весь бизнес на самом деле полностью показывается всем организациям. С помощью своих математических моделей мы можем предсказать, какой на самом деле доход является у этого человека. И на основании этого уже некоторые банки начинают выдавать кредит. То есть неважно, он работает в большой государственной организации или он просто продает яблоки на рынке, мы можем посчитать, сколько на самом деле этот человек зарабатывает. На самом деле очень ценно, потому что позволяет малым бизнесам начать правильно работать, малым интерпрайзам начинать зарабатывать деньги, и людям появляется доступ к финансовым системам, что в принципе до нас было практически невозможно. Если вы когда-нибудь брали кредит в банке, вы, наверное, помните, иногда вы спрашиваете про какую-то информацию, и вам говорят, хорошо, вы работаете в компании XYZ, дайте номер телефона своего супервайзера, и мы позвоним ему и узнаем, на самом деле вы работаете на этой организации или нет. Это старое, это прошлый век. Сейчас этого ничего не нужно, потому что благодаря мобильному телефону мы можем на самом деле проверить, где вы работаете, где вы живете. На основании этого финансовая грамотность увеличивается в стране, и люди начинают получать финансовые инструменты в правильный момент, когда им это необходимо. Целый ряд больших направлений связаны с видеоаналитикой. Огромное количество видеокамер установлено здесь по городу, и на основании этих данных мы делаем целый ряд очень интересных анализов. Вот это здесь, в Узбекистане, фабрика, которая производит мантоварки. Первое слово для меня, я, честно говоря, никогда не знал до того, как я приехал в Узбекистан. Вот на этой фабрике с использованием видеоаналитики мы можем определять, сколько продукции было произведено, какое качество продукции, как качественный контроль, quality control этой продукции происходил. Кажется, это должно существовать только в Калифорнии, где безумно умные ребята могут что-то делать. Нет. Здесь, в Узбекистане, используются самые последние технологии для того, чтобы проверять, как качественно производятся мантоварки. Другой пример, аналогичная вещь, при обслуживании транспорта с использованием видеоаналитики мы видим, когда транспорт правильно обслуживается, как часто меняются батареи, как часто проверяются какие-то составные части. Это очень важно для современного бизнеса. Эту же технологию мы используем в собственных офисах, где мы можем определить, какое количество людей находится в каком моменте перед каким-то магазином. Точно так же для одного из больших shopping malls здесь, в Узбекистане, мы считаем движение потоков людей, где правильно расположить рекламный щит, где правильно расположить магазин, чтобы эффективность работы была значительно выше. Точно так же в индустриальных системах мы определяем, когда люди носят hardheads, вот эти шлимы, чтобы они могли непосредственно правильно работать и решать технику безопасности. Ситуация, когда стоит кто-то сверху с вышки и кричит «одень шапку», это давно уже прошло. Сейчас, используя современные технологии, используя видеоаналитику, мы это уже используем в реальной жизни, и не где-нибудь, а здесь, в Узбекистане. И разработки, которые сделаны ребятами здесь, в Узбекистане, уже используются и в других странах мира. Точно так же, с использованием больших данных, мы уже умеем правильно таргетировать клиентов. Если вы вспомните, как бы в old school, когда вы ставите традиционный билборд, и вы надеетесь, что ваши клиенты его увидят. Мы называем это paint the town red, чтобы покрасили и надеетесь, что все очень хорошо работает. В современном мире появляется цифровая реклама, где мы можем точно показать правильному человеку правильную рекламу в тот момент, когда это ему нужно. Более того, с использованием наших технологий мы можем просмотреть то, что называется 360 градусов общения клиентов с брендами. Мы делали use case, когда мы ставили билборд физически, мы посмотрели, сколько людей видели этот билборд в McDonald's, мы посмотрели, как люди после того, как они видели этот билборд, пришли в магазин, и мы посмотрели, что они непосредственно купили. Это мечта любого маркетолога, когда вы соединяете физический мир и виртуальный мир, и когда вы можете вместе понять, что каждый билборд, который вы повесили, или каждый рекламный инструмент, который вы повесили, сколько он реальных денег вам не привезет. Это больше не eyeballs, не ожидания, а это на самом деле показатели. То есть тот мир, когда рекламодатели говорили, что 50% моей рекламы работает, 50% это total waste, я только не знаю, какая половина, это на самом деле потеряно. Это мы уже давно прошли через это с использованной цифровой рекламой. Это мы сейчас делаем здесь, в Узбекистане. Уверен, что вам знакомы вот эти материалы, в которых мы показываем, где мы правильно показываем правильным людям, в правильном формате, то информация, которая становится релевантной для них. Но я всегда говорю, что это классно, что что-то мы делаем в Узбекистане, но самое главное, когда мы умеем новые технологии из Узбекистана переносить в другие страны мира. Если вы послушаете нашего министра цифрового развития, он постоянно говорит, что мы хотим, чтобы Узбекистан стал IT-хаб Central Asia. Это не теория для нас, это реальность. Вот это примеры того, как мы работаем сейчас в Пакистане, когда на самом деле мы показываем рекламные ролики в Пакистане, в Бангладеше и сейчас в других странах мира, где наша продукция работает. И вот пример в качестве того, как происходят крикет-матчи в Пакистане и рекламы, в которых крутится команда здесь из Узбекистана. Мне кажется, это и есть тот момент, когда нам нужно гордиться тому, что не кто-то умный из Калифорнии прилетел сюда и научил нас чему-то, а как мы начинаем создавать будущее, будущее, которое построено на правильных и международных стандартах, будущее, которое скейлабл, и которое позволяет нам всем строить мир, мир без информационного мусора, мир, который движется вокруг нас, мир, который позволяет людям общаться со своим миром без огромного количества ненужной информации. Мы чистим эту информацию и показываем людям только то, что им нужно в правильном формате, на правильном девайсе, в правильный момент времени. Это делаем мы, делаем здесь, в Узбекистане, и мы в ИОН-ЭТ-ТЕХ. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok